всем привет вы на канале всего понемногу из германии ребята мы с вами на автобане едем мы вот конечно не веселый но это жизнь жизнь идет уже год прошел едем мы мои подписчики кто давно на канале видео смотрели это год назад у меня умер дядя это мамин брат и вот уже год пролетел я как раз была одессе выбиралась пока от сама в чувство пришла пока дорогу проложила билеты купила но все-таки успела я как раз свирепствовал карантин очень жесткий был вопрос стоял вообще нам разрешат ли присутствовать или только самым близким детям например но вот вот уже пролетел сегодня субботнее утро едем мы за рулем у саша инессы супруг попросили мы потому как поездом это время мы ну в общем попросили саша пошел с инессы нам навстречу едем мы расстояние почти 300 километров живут они около бремена все кстати хочу бремен попасть бременских музыкантов снять там же памятники и вот тут сколько вот мотаемся катаемся одно время часто мы ездили сейчас уже реже как-то все взрослые стали там у меня все двоюродные то есть это был мамин брат и у него четверо детей уже у каждого по трое деток семья разрослась уже вот таких размеров но дружные для большой семьи это сегодня сегодняшний день не вот знаете так запросто чтобы четверо детей значит три сына и дочь то есть три снохи и зять до жились между собой и были все такие как одна семья это я не знаю это наверное все таки как бы достижение или как заслуга наверное да слово правильнее будет родителей не могу сказать но дело в том что у дяди супруга она тоже с большой очень большой семьи поэтому вот частями буду вам снимать едем пока мы по автобану сегодня суббота он так не не так чтоб забита но и ремонт пути идет в общем дорога нормально попросили сашу с инессой так как надо туда и обратно съездить на поезде долго по времени чтобы сегодня вернуться обратно потому что сын работает младший учится и вот решили так по быстренько все уже города все все население готовится к разжеству осталось уже считайте меньше месяца дорожества поэтому уже такой ну вот такая зима будет и зеленая и желтая в перемешку ну холоднее уже не будет чем сейчас и все уже вот завтра будет первый первое воскресенье одно из четырех адвентов до разжества так что уже люди готовятся к разжеству и к новому году это такой один из почитаемых праздников ну как пасха рождество тоже также отмечается в германии время конечно пролетела очень быстро пролетела код не верится конечно что нет его с нами был большой он большой физически большой большой по духу по сердцу очень был хорошим человеком арнольд очень хорошим он мне был мамой папой другом помощником наставником повторяю три сына дочь вот слева желтеньком у желтой куртки взять тоже справа там есть собрались самые близкие это раз во вторых кто смог приехать все мы разбросаны по всей германии и не все как бы располагают временем это вот близкие две семьи друзья одни сказать обе семьи из казахстана но с одними они познакомились германии самые первые друзья и не семья керн и семья кружинских и они жили в соседях и дружили с детства с казахстана вот такое место теперь у него все в цветах постоянно дети приходят к нему он остался в наших сердцах в нашей памяти я не стала снимать стол там сидят люди вот это полная кастрюля мясо птица здесь утка и курица здесь варилась лапша видите вот это вот полная кастрюля была домашней лапши причем настолько мелко резана что это вообще фантастика вот бульон остался значит здесь можно ее подварить так здесь осталось картошка а здесь остались голубцы вот целый вот такой вот казан здесь мясо тоже здесь компот здесь рис который подается специально для того чтобы перед едой рис покушать с изюмом блины мы и нарезка там колбаса мясо сыр сало котлеты все остальное конечно так не планировала ехать но вот взяла чай конфеты с турции мои ребята привезли и вот с привоза таня мне передала сало вот пять кусочков сало каждому из это будет им самым лучшим гостинцам но не планировала ребята я так ехать но у меня же гипс на руке ничего я не смогла не испечь не накатать но никогда я так с пустыми руками не еду но вот обстоятельства так вот развернули что я с одной рукой вот только левая рука у меня так до сих пор гипс танюши большое спасибо от всех вот такой вот его перчиком притрусила чесночком еще намазала но сало с привоза никогда не требует дополнительных каких-то усилий вот такой скромный гостиницу но ребята больше ничего не смогла я придумать но это все временно было бы были вы все здоровы до 8 декабря у меня гипса там контроль берегите себя берегите близких следите за своим здоровьем будьте здоровы всем здоровья мира вы были на канале всего понемногу из германии люблю вас по-человечьей всем пока пока и и и